Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Олег Бурханов хочет еще раз попробовать построить отношения с Алисой Огородовой. Я понял, что был неправ, поступив с ней так некрасиво. Я рад, что у нас есть еще один шанс. У нас было свидание, а Алиса поделилась своими чувствами влюбленности ко мне. И я почувствовал то, чего давно не ощущал. Мне это чертовски нравится. Алиса пришла на свидание с Олегом в свадебном платье. Ей пришлось всю ночь его прятать, чтобы его не нашла девушка, брошенная Олегом Юля Теплова. Как вы помните, на остров прибыл новый жених Елисей Полищук. Участники рассказывают, что у Алисея с Никой уже произошло волшебство в первый же вечер на открытой террасе. Лиза Кордобовская просится с острова домой. Отвезите меня домой уже. Не хочу я обсуждать, кто там в рот взял, извините, конечно, и кто с кем переспал. Я сама не святая, но то, как унижаются девочки, это меня просто убивает. Глеб Жемчуков продолжает общение с Лизой Полыгаловой. Девушка пишет. Мы ругаемся, бегаем, смеемся, говорим на серьезные темы, в общем, узнаем друг друга. А Катя Кауфман выдала секрет. Оказывается, она наблюдала за зарождением отношений Лизы и Глеба с самых первых минут, когда об этом еще никто не знал. И без камер у них были и объятия, и поцелуи. Марина Мексика искренне рада за Глеба, за которого она переживает, как за родного брата. Клубничка Глеб Жемчуков крутой парень, он в доску свой ниггер. Наконец-то Глеб рядом со своей крутышкой Лизой. Я считаю, что из ребят выйдет идеальная парочка. Ира Пинчук узнала про Ваню, что он переписывался с другой девушкой, в то время, пока Иры не было на поляне. А теперь давайте все дружно посмотрим на переписки, которые вел мой парень, когда я была дома. Ну а фанаты этой пары удивляются, как они могли голосовать за них. Нужно было голосовать против всех, денег не достойны ни те, ни эти. Своё желание полететь на второй сезон Острова Любви высказала не только Марина Мексика, но и Ваня Барзиков подумывает об этом. Вот сижу и думаю, может улететь на остров, пишет Барзиков. Как вы думаете, взорвём ли мы остров? Катя Кауфман и Илья Ебаров выехали за периметр на свидание. Они катались на снегоходе и хорошо провели время. А на картину Марины Африкантовой уже нашёлся покупатель. Как вы помните, Марина выставила на продажу свою картину и назначила цену 55 тысяч рублей. А Оля Рапунцель и Дима Дмитренко отдыхают на острове Пхукет. Они публикуют фотографии с отдыха. Дима пишет, недавно от ведущих я узнал, что скоро будет конкурс «Свадьба на миллион». По прилёту мы с Олей обязательно будем участвовать. Шесть пар улетают на остров и там мы будем бороться за миллион. Затем три пары, которые выйдут в финал, вернутся на поляну и продолжат борьбу там. Ольга Бузова на годовщине свадьбы своих друзей выступила с речью. Вот как Бузова намекнула о причинах разрыва с Тарасовым. «Вы знаете, если мне не изменяет память, а в последнее время мне изменяет не только память». Один из гостей снял разговор Бузовой на видео, которым и поделился затем с журналистами. В сети обсуждают новые слухи про Диму Тарасова. Раньше избранницей мужа Ольги Бузовой называли Анастасию Костенко, а сейчас обсуждают уже другое имя. В связи с Димой подозревают модели Анну Ушакову. Эту парочку неоднократно видели вместе в ресторанах. Фанаты Бузовой уже скандалят в микроблоге Ушаковой. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры создавал DimaTorzok